Друзья, всем привет! Сегодня будет информационный выпуск и поговорим мы о возможной предстоящей в скором времени блокировке видеохостинга YouTube на территории Российской Федерации. Вообще говоря, угроза блокировки YouTube нависала уже достаточно давно, ну по сути с самого начала активной фазы ведения боевых действий. Однако до этого Роскомнадзор заявлял, что YouTube блокировать не будут, ну и в принципе пока что его не заблокировали. Однако в последнее время уже официальные лица первым текстом говорят, что в ближайшем времени постинг будет заблокирован и рекомендуют скачать тот контент, который вам дорог, для того чтобы в дальнейшем его не потерять. При этом многие другие иностранные информационные площадки, такие как, допустим, Facebook, Instagram, уже заблокированы. А также все, сколько-либо независимые от официальной точки зрения средства массовой информации, были закрыты и фактически информационное поле полностью подчищено. Однако YouTube продолжает работать. На YouTube можно найти разные точки зрения, как и официальные, так и неофициальные. Почему так происходит? Лично мне кажется, все дело в том, что заблокировать YouTube технически, это не такая простая задача, как кажется. Дело в том, что YouTube это по сути Google и все их сервисы, они между собой сильно взаимосвязаны. Просто так заблокировать YouTube, при этом не навредив работе, допустим, Google поисковика, почты Gmail, а также многочисленным устройством под системой Android. Наверное, видимо, технически довольно сложно, либо вообще невозможно. Собственно, поэтому с блокировкой YouTube медлили более месяца. И, скорее всего, за этот период прорабатывались механизмы, как можно это реализовать технически. И стоит затронуть вопрос, собственно, как дальше жить после возможной блокировки YouTube. Ну, я все-таки надеюсь, что до этого не дойдет, хотя вероятность очень высока. Скорее всего, даже несмотря на какие-то побочные эффекты, вроде поломки Google, либо почты Google, Gmail, наверное, его все-таки прикроют видеохостинг. Но, значит, что можно будет делать далее? Во-первых, я вам скажу, что кроме YouTube канал Дикий Турист также дублируется на других площадках. Об этом был пост в сообществе YouTube, но его там явно не все увидели, судя по просмотрам, поэтому решил продублировать информацию в виде видеоролика, где можно будет найти меня, мои отчеты о походах, ну и чтобы просто не потерять связь. Это Яндекс.Зен, это, значит, ВКонтакте, социальная сеть, а также Инстаграм, причем я его начал ввести недавно, и буквально через месяц после, наверное, открытия своего профиля в Инстаграме произошла блокировка. Но Инстаграм очень легко обходится блокировка, то есть любым методом, это может быть Tor-браузер, это может быть VPN, какие-то прокси-сервера, спокойно вы заходите на Инстаграм и получаете доступ к информации, здесь проблем нету. Поэтому все ссылки альтернативные, где меня можно будет найти, я оставлю в описании под этим роликом. А что касается YouTube канала Дикий Турист, то по возможности буду продолжать его ввести даже после блокировки, но смотрите, какая здесь проблема, как я сказал, что, в принципе, обойти подобные блокировки большого труда не составляет, можете запросто нагуглить информацию, как получить доступ к заблокированному контенту, с тем же Инстаграм это прокатывает, потому что Инстаграм это, по сути, просто фотки, то есть, в принципе, любой VPN, даже бесплатный, позволяет просмотреть страницы в Инстаграме. А YouTube это видео, то есть, это гигабайты информации, которые далеко не каждый VPN способен через себя пропустить. Я проверял разные способы, в общем, многие из них не позволяют нормально просмотреть ролик. Некоторые вообще никак не открывают видео, некоторые позволяют там только смотреть в качестве 240p и так далее. То есть, ну и реальные сложности возникают с доступом к этой информации, именно к видеоинформации. Поэтому, во-первых, я вам могу порекомендовать расширение для браузера, которое называется BrowSec, тоже в описании к видео оставлю его название, чтобы вы могли загуглить, найти и установить себя. Это расширение, по сути, просто устанавливает доступ к бесплатному VPN, и в принципе он позволяет при приемлемом качестве просмотреть видеоролики на YouTube, это я уже проверил, обязательно себе поставьте. И также с помощью этого расширения вы сможете получить доступ абсолютно к любой заблокированной информации. Это первое. А второе, как мне кажется, что в будущем, уже в недалеком, просто нужно будет принять такой факт, что интернет для нас, для жителей России, стал дороже на стоимость платного нормального качественного VPN. То есть, в принципе, доступа в интернет, именно в интернет, без VPN не будет. Что такое интернет? Интернет это глобальная сеть. Это не закрытая сеть внутри, условно говоря, какого-то государства. То есть, что у нас будет вместо интернета? У нас будет так называемый чебурнет. Это сеть, которая ограничится исключительно российскими ресурсами, доступа вовне не имеет, соответственно, полностью контролируется государством. Но для доступа в интернет надо будет, соответственно, приобретать VPN. Это мое видение. Так, ситуации, как оно будет в дальнейшем, мы увидим, конечно. То есть, я могу ошибаться. Но, скорее всего, просто придется к стоимости отключения к интернету добавлять еще и стоимость платного сервиса VPN. И стоит отметить, что проблему доступа к сети интернет, полноценного доступа, надо решать уже прямо сейчас, не откладывать это на будущее, поскольку блокировки накатываются просто как снежный ком. Тот же Роскомнадзор отчитывается периодически, что уже заблокировал десятки сервисов VPN. То есть, тем самым, как бы обрываются вот эти нити. Но, что такое блокировка VPN? Это означает, что вы не сможете зайти на этот сервис просто через обычное свое подключение. Но если вы уже подключились к VPN, естественно, это все блокировки не работают. И, соответственно, вы можете через VPN зайти на любой VPN. То есть, проще говоря, если вы подключите сейчас VPN, а завтра его заблокируют, вам это уже не страшно. А если вы сейчас не подключите, а завтра его заблокируют, вы уже и подключиться не сможете. Поэтому проблема должна решаться немедленно, как мне кажется. То есть, об этом нужно думать сейчас, а не тогда, когда все будет закрыто. Друзья, ну и давайте подведем краткий итог, что же нужно делать сейчас. Во-первых, это подписаться на все альтернативные ресурсы, на которых будет дублироваться информация с YouTube-канала «Дикий турист». К тому же я буду размещать на этих ресурсах какие-то важные объявления, если вдруг произойдут какие-либо изменения. А во-вторых, нужно решить для себя, нужен ли вам в будущем доступ к интернету, или вы будете довольствоваться так называемым чебурнетом. Поэтому, если вы хотите иметь доступ к полноценной глобальной информационной сети интернет, то вопросы нужно решать прямо сейчас. И тем самым вы также сможете в дальнейшем смотреть ролики на YouTube-канале «Дикий турист» и на других каналах, на которых вы были подписаны, которые вам интересны. То есть вы не потеряете доступ к своим любимым каналам на видеохостинге YouTube. Напомню, что все необходимые ссылки будут размещены под видеороликом. И надеюсь, что скоро мы снова встретимся, прорвемся через те трудности, которые возникли на нашем пути. Канал «Дикий турист» буду продолжать вести, несмотря на то, что в России отключили монетизацию. Но канал существует не для заработка денег, к тому же он никогда особо дохода не приносил. Так что буду продолжать его вести. И благодарю, друзья, за внимание. Оставайтесь на канале. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok